Добрый вечер, Александр Ленковский, с вами в эфире Черноморская телерадиокомпания. Вы смотрите программу «Что происходит в нашей студии?» Олег Лесной, политолог. Здравствуйте, Олег. Добрый вечер. Ну, о чем мы сегодня с вами будем говорить? Главное событие этого дня. Да, на самом деле, сегодня, ну, мне-то кажется, это главное событие. Хотя их очень много. Значит, сегодня турецкая авиация сбила российский бомбардировщик Су-24 на границе Сирии. На самом деле, как-то было очень неожиданно. Значит, российский самолет вторгся на турецкую территорию приблизительно на 2 километра. Ну, а турки подняли свой самолет F-16 и показали, в принципе, что не стоит появляться в турецком воздушном пространстве. Об этом сегодня поговорим с Олегом Лесным. Олег, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, может ли это привести вот этот инцидент к дальнейшей конфронтации или к дальнейшей эскалации событий в Сирии? Или просто все закончится тем, что будет извинения со стороны Турции или со стороны Российской Федерации? Ну, то, что мы рассматриваем последние несколько часов, и возникало вопрос, что может сделать Россия в этой ситуации. Вот, начнет войну, в зибе какого-то литака и еще что-то. А показывает ситуация, что они висловлюют свое незадоволение, они говорят, что это ниж в спину и так далее. Но я не думаю, что Туреччина будет извиняться, потому что Туреччина, как нормальная страна, разов 10 попередила, что не летайте над нашу территорию. Просто Путин, он звик, что, чтобы он не делал, ему будет або Европа, або еще кто-то там скажет, ай-яй-яй, не можно такого делать, мы занепокоены и так далее. А турки, они сказали, 10 раз попередили, на 11 просто сбили. И никаких вибачей не має бути, потому что это по закону, это справедливо, и если залетает літак на другую территорию, или на сантиметр, или на миллиметр, он має бути сбитый. И турки показали, что они могут эффективно, и не боятся они этой ядерной державы, взагалі, а они отстоят свои интересы и свою честь. Кстати, сегодня, вот в ближайшее совсем время, буквально несколько минут назад, турецкие средства массовой информации со ссылкой на свои источники в турецкой спецслужбе сообщили о том, что на самом деле вот эти пилоты российского самолета, они живы, да, и они находятся в руках у этих сирийских повстанцев. Так это или нет, ну, я думаю, покажут в самое ближайшее время. Ну, значит, вот Владимир Путин, который проводил сегодня переговоры с королем Иорданского королевства Абдалой II Бен Аль-Хусейном, который находится в России с рабочим визитом, и господин Путин вот как раз отреагировал, то, о чем вы говорили, Олег, да, он сказал, что это нож в спину Российской, ну, в общем, Российской Федерации. Прямая речь Владимира Путина про нож или это был не нож, или это была не спина. Но сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов. По-другому я не могу квалифицировать то, что сегодня случилось. Наш самолет был сбит над территорией Сирии. Ракеты воздух-воздух с турецкого самолета F-16 упал на территорию Сирии в 4 километрах от границы с Турцией. Находился в воздухе, когда на него была совершена атака на высоте 6 тысяч метров, на удаление 1 километра от турецкой территории. В любом случае, наши летчики и наш самолет никак не угрожали Турецкой Республике. Это очевидная вещь. Они проводили операции по борьбе с ИГИЛ в Северной Латакии, это горная часть, где сосредоточены боевики, в основном выходцы из Российской Федерации. И в этом смысле они выполняли свою прямую задачу превентивных ударов по террористам, которые в любую секунду, в любое время могли вернуться в Россию. Это, конечно, люди, которых напрямую необходимо относить к международным террористам. Мы давно фиксировали тот факт, что на территорию Турции идет большое количество нефти и нефтепродуктов, захваченных ИГИЛ территориях. Отсюда и большая денежная подпитка бандформирования. Теперь еще и удары нам в спину, удары по нашим самолетам, которые борются с терроризмом. Это при том, что мы с американскими партнерами подписали соглашение о предупреждении инцидентов в воздухе. А Турция, как известно, в ряду тех, кто объявила о том, что они якобы воюют с терроризмом в составе американской коалиции. Если у них, у ИГИЛ, такие деньги, а счет идет на десятки, сотни миллионов, может быть, на миллиарды долларов за счет торговли нефтью, плюс к этому они имеют защиту со стороны вооруженных сил целого государства, тогда понятно, почему они ведут себя так дерзко и нагло. Мы, конечно, внимательно проанализируем все, что случилось. И сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьезные последствия и для российско-турецких отношений. И вместо того, чтобы немедленно наладить с нами необходимые контакты, насколько нам известно, турецкая страна обратилась к своим партнерам по НАТО для обсуждения этого вопроса и этого инцидента. Как будто мы сбили турецкий самолет, а не они наши. Они что, хотят поставить НАТО на службу ИГИЛ? Я понимаю, что у каждого государства есть свои региональные интересы, и мы всегда относимся к ним с уважением. Но мы никогда не потерпим, чтобы совершались такие преступления, как сегодня. Ну вот Владимир Путин сделал достаточно много громких заявлений. Прокомментировать вообще, что это значит, когда военный самолет залетает на территорию другой страны, а его там неожиданно вдруг сбивают, потому что страна неизвестна вообще, с каким он намерениями туда залетел этот самолет. А потом еще как-то, ну, турецкая республика, вместо того, чтобы извиниться за то, что она как бы защищает свою территорию, она начинает еще, видите, такие воинственные действия НАТО созывать своих союзников и думать, что же делать вот в этой ситуации. Пожалуйста, ваш комментарий просто тут, по-моему, как бы, тут есть что комментировать в этих словах Путину. Вы знаете, мне очень удивительно слушать про НИЖ в спину, после того, как братскому народу, тоже, ну, вот, украинскому, да, отбравши Крым, он тогда не задумывался, куди этот НИЖ, и что он делает. А теперь он начинает, как сказал наш колешний премьер, с Киглити. Ну, он говорит прямую, да, то есть Турция покупает нефть у боевиков, ИГИЛ, а Турция, как бы, таким образом финансирует террористов. Ну, это, ну, вот, цікаво и инше, что вот такой грязный диктатор будет сделан наступным кроком. Как вы думаете, что? Я думаю, что в той способ, что хотела бы Россия, там, вот, наказать, там, я читал дуже багато этих комментариев, покажем, что наших лёгких, збить нельзя, и так далее. Розумите, я дуже рад, что эти два пилота живи, что, то показали, может, фейки были, потому что, вот, Россия жестокнется с тем, как их повертать. А это очень проблематично, это не у братня украинского народа, своих полоненных. Ну, и не у турецкой, и не у Анкары они находятся. Да, так, там будет очень плохая картинка для российского распространства, очень плохое будет это выглядеть, потому что их покупать, нужно будет, и очень много делать непопулярных кроков. Или на что-то менять, на участие, на присутствие там, да? Я дуже сомневаюсь, что их ликуют, так, как вот этих двух российских військовых на территории Украины. Ну, навряд ли, потому что там люди очень горячие, и зустрели их, мабуть, так, как в известной песне про Вьетнам, когда там упал, ну, то, фантом, здаётся, песня была, что когда американцы упали, то их там, вьетнамцы, очень плохо зустрели. Тут так же, потому что эти литаки, правильно нужно понимать, это же не мирный литак сбили, а это тот литак, который, может, сегодня только отбомбился и летел, або летел и бомбился. Су-24 – это тактический бомбардировщик, да? Таких полон, навіть, не берутся. Да, и что самое интересное, находился он за несколько сотен километров от возможной, ну, в общем, от возможной дислокации подразделения ИГИЛа. И причём летал он на территории Турции непосредственно, сбит, да, турецким самолётом. Турки не отрицали. И главное, что не говорит Путин, то, что их попереджали, его особисто, что не летают. И это был не первый случай залёта российских военных самолётов, пролётов на... Хорошо, смотрите, так может дальше развиваться ситуация. Значит, в Сирии, кстати, уничтожили сегодня ещё одно воздушное судно, это, ну, не уничтожили, а подбили российский вертолёт, который занимался... Вот мы нашли такое видео в сети, который занимался поиском вот этих пилотов, сбитого ранее за нарушение воздушного пространства Турции, бомбардировщика СУ-24 военно-воздушных сил Российской Федерации. Сбили вот так же сирийские повстанцы. Это не ИГИЛ, да, это не ИГИЛ. Скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, сегодня в Российской Федерации уже стали такие звучать голоса и в Госдуме, и в Совете Федерации о том, что вплоть до того, что нужно там расторгнуть там дипломатические отношения с Турцией, ну или по крайней мере, да, по крайней мере запретить российским туристам летать на отдых в Турцию. Как вы думаете? Ну, в Египте уже запретили. Запретят ли летать в Турцию? Ну, сегодня рупор маразму Жайновский рассказал все, что может сделать Россия. По-перше, энергоресурсы, которые там поставляются, их нужно прекратить. Туристам, до которых очень неважно ставится турецкая влада и турки самих, вот они больше россиян там не увидят. Такое впечатление, что у Владимира Путина друзей остается очень мало. Скоро он остается один на один, а Асад ему такой друг, он сегодня есть, и завтра его нет. То есть, в принципе, туристические маршруты у россиян могут быть теперь два только, да? Либо в Сирию, да, на горячие курорты какие-то, либо там в Крым, на вот эти, в ужин при свечах новогодних, романтических. Ну, у них есть этот туризм, который они туда весь непотреб еще на Донбасс отправляют, поэтому еще туда могут ездить. Окей, хорошо. То есть вы не думаете, что будет какой-то, в общем, ответ Турции со стороны Российской Федерации, такой какой-то, ну, более действенный или более существенный, чем просто заявление господина Жириновского? Или вот заявление господина Путина, которое мы слышим? Я думаю, что они сейчас в панице, они этого не ожидали, и реакция повинна была, если бы это была реакция нормального в российском понимании руководителя, царя, амператора, как у них там называется, не знаю, то могла бы моментально быть ответственность. А все, что будет не сегодня, оно не матимет никакого смысла. Олег, смотрите, для нас очень важно, потому что мы находимся рядом с этой братской страной, да, но вот так вот, и находимся, к сожалению, очень часто спиной тоже к ним. Вопрос заключается в том, знаете, может быть, реакция от Российской Федерации, это знаете, когда какой-нибудь алкоголик, он не может выместить свою там злость на милиционере, там еще на ком-то, но он придет там и поколотит дома жену. Да, поэтому реакция может же быть совсем, ну, как бы связана вот с ближними, те, до кого они могут дотянуться Российской Федерации. Значит, Александр Турчинов, кстати, сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны, сделал такое заявление, что в случае появления российского самолета на территории Украины реакция будет такой же, как и в Турции. На ваш взгляд, будет или нет? Практика предыдущих событий не сбивали мы и вертолетов тогда, и в Крыму, когда заходили, очень низко, и все. Но Турчинов тогда еще не был секретарем СНБО. Важко коментовать его слова, они правильные, и это нужно делать. А про то, что вы сказали, что вот я боюсь, что вы правы, что они сможут снова победоносная война, або что-то такая громадная заворуха, как они любят сказать, что могут снова восстановиться действия на Донбассе в этом, чтобы показать, что мы вот тут молодцы, мы вот тут. Дивно, что они еще не знали за штурвалом летака, никакого, как украинских, там, военных. Украинского самолета. Но, видите, для этого необходимо было поймать этот самолет. Александр Турчинов сделал сегодня еще одно заявление о том, что в аэропорт Жанкой, военный аэропорт Жанкой, перебросили две батальона тактических групп из Российской Федерации. Это десантники. И они наблюдают, в общем, как бы украинская разведка наблюдает уже двое суток концентрацию, увеличение концентрации наступательных подразделений Российской Федерации. На ваш взгляд, я понимаю, что это связано, опять-таки, вот с этим замечательным теперь, ну, замечательным, не знаю, наверное, единственный теперь курорт в Российской Федерации остался это Крым, ну, еще и Сочи. Вот Крым, который оккупировали часть территории Украины, еще и Сочи. Ну, Сочи они пока еще не обесточили. Но если проследить за высказываниями крымских политиков, ну, назовем их политиками, они говорят о том, что, а вот это прибыли, знаете, там у нас вежливые электромонтеры, которые будут восстанавливать электроснабжение. Возможно ли силовое восстановление, вот, знаете, ну, и вообще появление этих электромонтеров, а на самом деле войска Российской Федерации в Херсонской области? Я думаю, что это гра м'язами на кордону. Тобто, они показывают, что, ну, знову погрожують. У Путіна и других нема методов, они або наступают, або делают выгляд, что наступают и так далее. Я не думаю, что перехід до активных бойовых дій на цьому, на цій дилянке, можливий. Потому что, ну, там наслідки могут быть очень плачевные, даже из-за того, что не берем військовый момент, потому что, по-перше, это не та Украина, которая была на момент захопления анексии Крыма. Это совсем другие войска, это совсем другие люди, и там стоят люди, которые уже пришли АТО. И встретят они этих необстрелянных десантников очень гарячо и, скажем так, не ножом в спину, а кулеметом або еще чем-то. Поэтому тут ризиковать Путин, я думаю, не захочет, но чтобы показать, понимаете, у них очень много картинок для своих, что вот мы приехали вас защищать от электромонтера и так далее. Это скорее для, скажем так, показуха для жителей Крыма. Вы знаете, жители Крыма, к сожалению, очень многие не могут увидеть эту показуху просто потому, что отключена электроэнергия. Ну, что сарафаны радио перенесли. Разве что на каких-то политинформациях, да, там могут собирать людей. Скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, вот этот самый договор, на основании которого поставлялась электроэнергия в Крым, договор с украинской компанией Укринтерэнерго, будет ли он продлен на его действия на 2016 год? Задаю этот вопрос не просто так. Значит, в понедельник было заседание, не чрезвычай, а экстренное заседание Кабинета министров Украины, на котором господин Аваков, министр внутренних дел, предложил вообще запретить торговать электроэнергией с Крымом и ограничить поставку любых товаров, вообще любое транспортное грузовое сообщение. С сегодняшнего дня Государственная пограничная служба на основании этого решения Кабинета министров уже прекратила транспортное грузовое сообщение, вот официально прекратила с Крымом. Что касается электроэнергии, будет или не будет, на ваш взгляд? Это сложное вопрос. Я, ну, как человек, я за. Но я немножко маю подняться над процессом. Нам нужно прораховать последствия этого. Какие могут быть последствия? Потому что, если это только легкое неудобство для жителей Крыма и военных частей, нет вопроса, это нужно делать. Если это матиме какие-то наслідки для мирных территорий наших. И, ну, тут треба... Например? Ну, насколько я слышал, что эксперты сказали, что если мы перекроем эту дельянку, это же, ну, она очень взаимоповязана система, и не можно рубильником отключить только эту частину. То может постраждать Херсонская область, может постраждать Миколаевская частинова область. Ну, не все, но и населенные пункты. И, если мы все-таки докупируем в пиковые моменты электрику с Россией, то может позже, зимой, когда будут большие морозы, постраждать Слобожанщина, Сумщина, а это области, которые находятся на кордоне с Россией. Слушайте, ну у нас война с Российской Федерацией. Надо быть готовым к тому, что да, мы можем пострадать. Да, республики Балтии были готовы сидеть без топлива, без света, лишь бы быть независимыми. Может быть, это экзамен теперь, вот сейчас настоящий экзамен, что мы готовы заплатить за независимость? Ну, вы меня просто схватили слово, скажем так. Не готовы наше населенное, на жаль, большинство. Из того, что мы видим сейчас, вот я после Революции Гидности, я только слышал, что все плачутся в том, что мне не хватает 10 долларов до счастья, там еще чего-то не хватает. То есть люди, вот то, что вы сказали, что у нас сейчас война, забули. Они меряют все, что сейчас происходит, меряют мирным мерилом. И тому, вот я не впевнен, что очень много населенного готова перетерпеть. Особенно я готова, но я слышу там знаменитых, что они сейчас переживают за такие вещи, которые в войсковый час вообще никто не переживает. Если вспомнить наши дедусы или бабушки, когда воювали, то там никто не задумывался, что влада правильная или неправильная, или это нужно делать или нет. Поэтому, ну, не впевнен я, что населенное адекватно встретит эти вызовы, типа холода или еще чего-то. Ну окей, хорошо, смотрите, предположим, ну вот неадекватно, вот будет какое-то недовольство, и во что оно может вылиться? Ну, мне просто интересно, потому что вот крымчане могут быть недовольными сколько угодно, да, ну от их мнения на самом деле, а Российская Федерация, как бы, вытрет их мнение ноги и пойдет дальше руководство, да? А у нас просто, понимаете, проблема демократии. Демократичная влада должна прислушаться к своих людей, и еще тут один момент, который... Скажите мне, пожалуйста, когда демократическая власть дает разрешение, например, на застройку берегов Днепра, она сильно к мнению народу прислушивается? Ну тут же берут, мы берем коррупционеров, которые... Так, да, депутатов Киевского совета, например, да? Ну, видите, ну это же представители влады, но не вся влада. Я беру абсолют. И проблема еще в другом. Бог знает с тем, что, как будет, ну, влада, это украинская, и украинцы будут реагировать. Я как-то договоримся. Но в этих прикордонных районах будут очень активно задействованы, скажем так, еще какие-то псевдоэлектрики, которые будут на пользу России раздувать панику, будут закликать непокору, до таких жестких акций. Мы же отдаем себе, скажем так, разумеем, что этих акций впливает очень много на нашу территорию. Я понимаю, но если для человека белая булка, да, как бы, и фашистская радушия, оно важнее, да, собственной страны, ну так с этим человеком же ничего не сделать. Он, как говорил известный герой фильма, этот же редиско придаст, как там, соскочит на первом же шухере. Так, ну извините, но получается так, что в любой момент, когда где-то, ну, приходит любой оккупант и говорит, вот тебе белая булка, белое масло, да, там еще что-то, кило сахара, и он говорит, окей, как бы, все, теперь там, я буду, я теперь уже не украинец, я теперь какой-то другой человек. Ну, я себя до таких не отношусь, я думаю, что... Нет, я же, ну вот вы говорите, если это так... Ну, есть такой процент людей, и еще есть российская пропаганда, которая в этих районах, она очень мощная. И что делать тогда? Да. Ну, вдаваться до продуманных, прагматичных кроков, чтобы не давать подстав для того, чтобы расхитывала ситуацию в Украине. Росія что-то побачила, что військовым чином не можно нас перемогти на даний момент. Ну, не выходи. С этими колхозниками и шахтерами, ну, гинуть вони, ну, на жаль, вони дуже... Ну, и хлопцев наших убивают, это проблема. А так вона вперлася в цей псевдокордон, і тепер розуміє, що можна тільки за допомогою... Громадянское суспільство дуже спотужне в Украине, ну, так склалося. І вони тепер запускають свої проекти, які будуть і зсередини розгойдувати ситуацію. Тому що це довше, але це ефективніше. Тому що коли це вже буде виглядати як невдоволення народу, і у нас, ви ж бачите, от як святкували революцію. Ну, таке враження, що наступна теза повинна була наступна. Що не треба було революцію проводити, тому що дивіться, як погано стало. І вже забули, що вона називається гідності, і що гідність проявили і студенти, і кожні. І, розумієте, а ми самі побачили, що говорили люди, чим вони невдоволені. Їх багато, і ще додавати їм якісь, ще якісь моменти такі, які ще більше розклихають ситуацію, думаю, зараз не варто. Так, окей, хорошо. Тоді, значит, давайте, якщо ми заговорили про Майдан, у нас є відео ще нашим телезрителям, напомню, що 21 ноября, була вже 2-я годовщина момента начала 2-го Майдана. На самом деле, був не дуже веселий праздник, якщо ви були в Києві, наверняка скажете, що ми не врем. Але достижений мало, на самом деле, за ці два роки, а це напряження, розочарование ко власті растет. Подробності в сюжеті наших корреспондентів. Зараз ситуація змінилася в лучшу сторону, в тому плані, що лідери крымських татар связалися. Я відразу скажу тим, хто втомився. Я не втомився і не втомлюся, доки не буде наша українська перемога. Поки в Україні не буде влада, яка буде відстоювати українську державу і інтереси українців. Поки в нас підтримати цей рух, який наміщається знову йде до 3-го Майдану. З метою патріотичних настрійів, які зараз в Україні починають піднімати з новою силою. Я думаю, що кожен повинен відповідати за зроблене. Коли наші хлопці сьогодні сидять на передових і говорять, що якесь перемир'я, що немає, і обстрілів, і так далі. Або все це приховується для тих людей, які зараз по домах думають, що все спокійно, все нормально. А хлопці наші сидять без їжі, без забезпечення, деякі підрозділи без води. Зараз всі, жодна людина, от ми приїхали з села, з Ніжинського району, і жодна людина, яка ніби як не мішується політику і говорить, що стало гірше жити. А що перед нами поставить питання? Ви дивитеся програму «Что происходит?» С вами Олександр Інковський, в нашій студії Олег Лесной, політуєк. Олег, в принципі, українці ніколи не довіряють до конца любій власні. І завжди, коли на піці збирають когось, максимум доверію, потім доверію падає. Може би не тільки в Кримі, може би це везде, по всьому міру. Але розчарування-то Майданом є. Не розчарування не Майданом, а розчарування тем, що произошло, или точніше, не произошло за ці два роки. Це природне, тому що після будь-якої революції дуже великі були сподівання. І, мабуть, не виправдані, не до кінця виправдані. І от люди попали в пастку своїх сподівань. Тому що вони очікували, що завтра буде щастя. А щастя треба не просто. Революція – це ж тільки перший крок. Треба щось робити кожен день, а не казати, що добрий цар прийде і він все повирішує. Це не треба так робити. Якщо вже обрали владу, то кожен із нас має на своєму місці робити все класно і до кінця чесно. А потім вже звертатися з запитанням до влади. А в нас виходить, що вони вже погані всі, а ми от такі гарні будемо третій Майдан збирати. Кожен рік по Майдану, і щоб хтось за нас потім працював, ні, так не вийде. Треба працювати зараз. Складно, ви вже говорили, треба мерзнуть. Чому при Балті це змогли? Взяти волю в кулак, перетерпіти і живуть зараз в Європі. А ми будемо знову очікувати якогось доброго царя і чим це закінчиться. Дякую. Олег Лесной, політолог, був гостем нашої студії. Сьогодні, напомню, ми говорили о главному событию, о том, що турецка авіація збила російський бомбардировщик Су-24 на своїй території. А також був також збит російський вертоліт, який займався поиском пілотів, збитого рані, російського бомбардировщика на території Турції Су-24. Ну і немного ще поговорили о реакції, можливо, реакції господина Путина, російських властей на цей факт, а також о том, яким все це боком може булиться в отноші України і готова ли к цьому наша країна. Оставайтеся з нами на каналі Черноморської телерадиокомпанії.